В начале о вечном вторая очередь нового городского кладбища в районе деревни Высокого построена, а техплана нет. А без него объект не примут в эксплуатацию. На изготовление документа нужно всего 15 тысяч рублей. Управление ЖКХ просит у депутатов разрешения взять эту сумму из остатка средств другой статьи расходов. Также Литвинкин информирует, что сдвинулся с мёртвой точки вопрос с домом 25А по Суздальскому проспекту. Аварийным его признали ещё в 2012-м. От себя хочу добавить, что я уже не раз выступаю по поводу расселения данного жилого дома. В настоящее время там осталось два жилых помещения и три собственника. Напомню, что все коммуникации в доме отключены, фактически проживающих там нет. Дом идёт под снос, с собственниками ведут переговоры о компенсации за имущество и землю. Литвинкин назвал фамилию одной из проживающих по этому адресу и сказал, что за долю в трёхкомнатной квартире и долю земельного участка она получит 565 тысяч рублей. Договор об изъятии имущества под муниципальные нужды женщина, по словам чиновника, подписала добровольно. Поговорили и о дне города. Как обычно, он будет проводиться на пожертвования от предприятий, организаций и предпринимателей. Сегодня на счёт администрации города от жертвователей поступила сумма в 632 тысячи 500 рублей. Её распределили по управлениям администрации. Что-то перепало и самому горсовету. Нам необходимы эти денежные средства учесть в доходной и расходной части бюджета. И распределить их следующим образом. Совет народный депутат города Владимира 296 тысяч 700 рублей. Управление культуры и туризма 154 тысячи 900. Управление по физкультуре и спорту 30 тысяч рублей. И управление муниципальным имуществом для учреждения наружной рекламы 154 тысячи 900 рублей. Депутатам горсовета дают деньги на приём делегации из других городов и даже стран. А управлением администрации на рекламу праздника, аренду аппаратуры для концертов, ну и пляшущие артисты от гонорара наверняка не откажутся. Всего на День города нужно как минимум около 3,5 миллионов рублей. Естественно, это не последние средства, которые поступают именно на проведение Дня города. Ещё планируем, что ещё значительные суммы будут поступать. Но то, что День города у нас всегда проводится на спонсорские средства, ну то есть все должны понимать, это не бюджетные средства, это именно добровольные пожертвования. Сам праздник запланирован на 16-17 сентября. Глава Владимира дала понять, что День города не обойдётся без какой-нибудь заезжей эстрадной звезды. Кто именно это будет в горсовете пока не знают. Зато знают, чем будут заниматься на следующем заседании. Встречаться с начальником Владимира пассажир-транса. Троллейбусное управление давно не может вылезти из долгов. Ещё прошлой осенью оно задолжало энергетикам около 10 миллионов рублей. А сейчас размер долга превышает уже 32 миллиона. Некоторые депутаты выразили желание побывать в троллейбусном управлении лично, чтобы на месте понять, как оно ведёт хозяйственную деятельность. Александр Инин, Константин Миронов, 6 канал.